Я на самом деле очень одинокий человек была в детстве, несмотря на то, что у меня прекрасная семья, прекрасные родители, которые делали для меня все абсолютно. И я часто вот садилась одна и спрашивала, кто я, кто я, откуда я, кто я, и я не понимала этого. Меня это очень изнуряло. Я понимала, что вот не может быть, что просто так вот я и взялась вот из животика мамы, как мне объясняли. Я понимала, что есть что-то большее. Бабушки ходили в храм. Я с ними иногда ходила в храм, но меня все время пугало, что я не так поставлю свечку, не туда, я не там стою, я как-то не так выгляжу, например, не по канонам. Я, может быть, не там сделаю крестные знамения. То есть я все время это пугало. И мне все время, что я так что-то не сделаю, меня Бог накажет. Страх перед Богом. И я очень, я думаю, ну я как-нибудь без Бога. Вот такой Бог мне нужен, который за все меня наказывает. Ну, мне этого всегда не хватало, конечно же. Эта пустота внутри, она, ну прям звенящая очень была. В пять лет меня мама отдала на бальные танцы. Она очень желала, чтобы я занималась сетцами и видами спорта. Этому была посвящена в основном вся моя жизнь. Это были тренировки каждый день. Я даже уроки делала в перерывах, ну, в спортивном зале. Выходные – это конкурсы, соревнования, чемпионаты. Часто были выездные. В Москву мы часто ездили, в другие города. Ну, то есть это постоянные-постоянные наустопки, тренировки и выступления. Постоянно огромное количество людей, с которыми приходится общаться. Партнер, с которым нужно постоянно поддерживать отношения. Это женский коллектив. Ну, помимо, девочки между собой всегда соревнуются. У кого лучше прическа, у кого лучше макияж. Это всегда какая-то вот такая закулисная борьба. Это постоянное напряжение. И это напряжение сводило меня с ума. Мне не хотелось с кем-то соревноваться. Мне не хотелось быть лучше кого-то. Мне не хотелось подводить маму, потому что столько в меня она вкладывает, да, и финансово, и физически, да, и папа, да. То есть постоянно я, естественно, не ходила никогда пешком. Постоянно папа меня возил. И тренировки были иногда до 12 ночи перед... И папа ждал до 12 ночи, потом вез меня домой на машине, да. Я хотела... Я уже думала, когда? Когда я... Ну, когда закончится все это? Когда я могу жить спокойно? Это удивительно, да, что когда я вот все бросила, я вышла из зала как-то и сказала, мам, я больше туда не вернусь. У нас должно быть... Должен был быть чемпионат в Москве. Мне шился в Москве костюм. Мы должны были на неделю раньше поехать, чтобы сделать примерки. Мы готовились. У нас была новая программа. И я сказала, я больше не зайду сюда. Это единственное мое, наверное, первое вот такое решение. Мое личное. Вот, о котором... Да. О котором я не жалею. С тех пор я не ношу каблуки, не крашу ногти, не делаю макияж, не крашу волосы. То есть вот... Я вот бросила, и все, я выдохнула. Потом сразу вышла замуж в первый раз. И мне было вот очень хорошо, что я делаю какие-то шаги, какие я хочу. Потеря первого мужа была ударом для меня. Долго болел. Я была как-то уже к этому более-менее готова. Но это такие вещи, которым невозможно быть на 100% готовы. Все равно как-то ждешь, надеешься. Но, тем не менее, у меня всегда внутри было, что вот когда его не станет... Почему-то я была уверена внутри, что скоро его не станет. Я пойду делать что-то вот очень полезное. Требовала душа моя вот какого-то служения, каких-то дел во славу Божию, именно когда не станет кости. И вот когда наступил тот день, я помню, было еще 40 дней, я помню. Я помолилась и просто сказала, Господи, вот мои руки, вот мои ноги, вот я, я готова делать вот все во славу Твою. Ты просто направь. И я просто пошла, просто пошла. И впервые за долгое время я зашла в храм. Я зашла и увидела красочное объявление. Набираем сестер в сестричество Елизавета Варваринская. Я даже не проходила внутрь храма, вот этот в предбанечке я увидела. И тут же достала телефон, тут же набрала. Ответила Ольга Вячеславовна. Таким голосом, да, у меня просто окутал голос Ольги Вячеславовны сразу. Я поняла, что вот мне туда и нужно. И она мне сразу сказала, вот будет первая суббота ближайшая, приезжай, покупай 10 буханок хлеба и приезжай, будешь кормить голодных. И я приехала, это было 5 лет назад, с тех пор каждую субботу, 5 лет, я приезжаю, сейчас, правда, уже не с хлебом, а с пирожками, но я приезжаю, стараясь не пропускать ни одной субботы. Ее душа была очень ранена, буквально истерзана. Это и потеря ребенка, и смерть мужа, она осталась вдовой в таком молодом возрасте. Именно тяжелые жизненные обстоятельства Кати привели ее вот к твердой мысли, к твердому желанию служить Богу. Потому что те испытания, которые она прошла, без Бога, без Божьей помощи справиться просто невозможно. Она возглавила одно из самых сложных направлений, это помощь алко- и наркозависимым людям, и самое главное, их семьям. Катюша очень профессионально работала со своими подопечными, ее служение разрослось, да, оно такое стало всероссийским. Вы просто помните, что нет такого горя, которое нельзя было бы облегчить, нет такой ситуации безвыходной, которую нельзя было бы улучшить. Вы просто говорите с нами, говорите хотя бы с одним из нас, и пусть не будет ни сплетен, ни критики в чей-либо адрес. Ни один человек не может помочь наркозависимому человеку, не будучи, не являясь таким самым. Это невозможно просто сделать. Ни один психолог, ни один врач не поможет. Ты сейчас что имеешь в виду? Я имею в виду то, что я столкнулась сама с этим, я употребляла, да, вот я говорила, что это пустота, звенящая внутри, она не давала покоя, и мне хотелось ее как-то заполнить, да, и пришлось ее заполнять веществами, изменяющими сознание, да, и это казалось на тот момент, что это все, что мне нужно. И более того, если бы можно было употреблять и не было бы никаких последствий, то, наверное, это был выход, я бы всегда это делала, но потом я столкнулась не с радостью, а с волей употребления, с последствиями употребления. Когда я употребляла, были моменты, когда только Господь Бог мог мне помочь, ну только, потому что это было невозможно выжить в такой ситуации, если бы не было Бога. Когда вот у вас трагедия, у тебя тоже трагедия, да, у меня трагедия там, мы становимся слабыми, правильно? Вот вы ушли в монастырь, вы ответственность побоялись, вы, как бы сказать, умерли, но поддержки вы не ощущали. Так начался мой путь именно во церковление, и это удивительно, мне стали попадаться другие люди, которые объяснили, что такое страх Божий. И я поняла, что это две неразрывные вещи, страх и любовь. Я так люблю Господа, что мне страшно что-то вот сделать не так, да, там, а не проявить любовь к какому-то человеку, да, потому что это самое важное, да, я не угожу здесь, я боюсь просто подвести Господа. Он так много мне дал. Но он очень много у тебя отнял. У меня не было детей ни с первым мужем, ни со вторым, хотя мы очень хотели. Получалось так всегда, что были моменты, что ребенок не рождался. Это было тяжело, да, когда вот ты ждешь и хочешь ребенка, и бам, и понимаешь, что, а его не будет. И это, ну это тяжело тоже. А, тяжелее всего пережить, вот даже до сих пор, наверное, не смогу говорить без слез, потерю моего второго супруга Михаила. Он был очень мне близок духовно. Я была с ним как за каменной стеной. Он неожиданно ушел. Он неожиданно ушел. Ковид. Он болел ковидом. Для меня это было, это было, это было ужасно. Мне кажется, если еще раз это повторить, то я бы уже не пережила. Я даже оглядываясь назад, я понимаю, что, как это, как, как это можно было вообще вынести. Как ты с этим справилась? Ну, для меня важно никогда не терять вот эту связь с Богом. Мне важно проживать боль с Ним. Я поняла, что Он меня любит на самом деле. И Он всегда со мной, Он в самые трудные моменты, да, когда мне тяжело идти, Он несет меня на руках. Он всех забирает вовремя. Я Ему очень доверяю. Я знаю, что просто я высказывала ему свои претензии из-за глубокой боли. Для того, чтобы серебро заблестело, его нужно обжечь огнем. И здесь то же самое. Для того, чтобы душа научилась любить, она должна понять, что такое любовь, да, она должна научиться. Людям, конечно, которые не входят в церковь, тяжело. Тяжело понять, тяжело принять. Я молюсь за нее, сестры за нее молятся. Она сильная, она очень сильная. Она со всем справится. Иначе бы ей Господь не дал таких испытаний. Она нужна людям. У нас наши насельники и дедушки, и бабушки очень-очень ее ждут. Она умеет для каждого найти вот самое доброе слово. Она как будто чувствует, что сказать каждому человеку, чтобы его поддержать. Это Катина уникальная особенность. Найти каждому человеку то слово, которое ему необходимо в данную минуту. Откуда у тебя вот эта удивительная коммуникабельность и эмпатия вообще ко всем людям? Я не знаю. Но, наверное, это Божий промысел. Может быть, меня Господь... У меня на самом деле очень мало талантов. Может быть, вот этот талант мне Господь дал. Но я сейчас стараюсь превратить всю свою жизнь в служение. Чтобы не был ни один день прожит просто так. Я стараюсь дарить вот просто свою теплоту. Вот я так говорю, теплоту. Может, у меня не так ее много. Но вот максимально, что вот у меня есть. Вот там маме, например, не поссориться, да, там, например, с ней ни при каких обстоятельствах. Сказать что-то доброе. Вот своим каким-то близким людям подарить улыбку. Сказать, что я люблю. Я стараюсь не проходить мимо... Если вот я раньше могла бы пройти мимо бабушки сидящей около магазина, в котором я живу. Я стараюсь мимо... Оказывается, ей ничего не надо. Я ей сказала, бабуль, что тебе купить? Она говорит, ой, да у меня все есть. Выговори со мной. Я с ней присела на парапет. И я вот понимаю, что даже 10 лет назад я бы не смогла бы у нее шершавые руки. И я вот ее держу. И я раз вот так осенило, я поняла, что я 10 лет назад не смогла бы вот так сесть. Ржан пшеничный. Ну, купила ему маленький. И пирожки на всякий случай. Фарш я ему завтра куплю. Ну, то есть, какие-то вот такие моменты, которые я бы раньше не сделала. Сейчас мне хочется сделать вот что-то полезное. И я вот каждый раз стараюсь вот служить каждой своей какой-то вот мелочью. Думаю, даже если я просто вот улыбнусь человеку, и то, наверное, хорошо, да? Или вот просто пожелаю счастья кому-то, или просто пожелаю вот добра, или там не среагирую на какое-то там грубое слово, да? Это все равно какое-то мое мини-служение. Мне хочется вот, когда я увижу Господа, сказать, что я старалась. Я что-то, ну, я не просто вот так, да? Я делала вот для тебя. Не знаю, примет ли он все, не все. Может быть, я, конечно, делаю, наверное, вообще мизерную толику, но мне хочется, хотя бы, ну, не стыдно, чтобы мне было заглянуть, сказать, что я, ну, я старалась, я делала. Ты избранная? Как и любой другой человек. Думаю, да, я такая же избранная, но я ничуть не хуже других и не лучше других. Я думаю, я избранная точно такая же, как и любой другой. Ты избранная для чего? Меня вообще вот чуть-чуть пугают такие вопросы, что как будто бы я хочу заглянуть в промысел Божий. Для чего? Вот я не знаю. Просто, я не знаю, возможно, вот для того, чтобы любить, понимать других. Не пройдя самостоятельно, не обувь эти тапки людей нуждающихся, ты не поймешь их боль. Ну что, обнимашки по традиции. Спасибо. Спасибо, Валерий. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, Господи. Спасибо, Ирина. Катя научила жизнь. Потому что она падала и вставала. И ей не нужны учебники, ее учил сам Господь. Вот так он выбрал эту на вид хрупкую, но чрезвычайно сильную девушку. И он очень мудро ее ведет по жизни. Он готовит ее, я уверена, к большому служению. Любовь невозможно подчеркнуть ниоткуда, ни с какого святого места. То есть это просто нужно засучить рукава и вот эти вот, разгребать внутри вот эти камни, из чувств там обиды, чувства вины, там чувства гнева, да, и вот надо эти камни разгребать, потом долго копать, вот. И нужно так трудиться очень сильно, и потом вот этот источник забьет. И ты понимаешь, что, ой, это внутри меня, то есть любовь, она не где-то. Когда этот источник забил, его уже невозможно, и его на самом деле на всех хватает. А вот этот источник, он в каждом человеке? Я думаю, что да, сто процентов. Ну просто это даст, ну, надо потрудиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...